Более помилуй, Господи, помилуй! Во имя Отца и Сына и Святаго Туха, аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста Зло, страсть к первенству перед другими, она-то произвела ереси, она усилила нечестие еленов. Бог благоволил, чтобы невидимые свойства Его были познаваемы из создания этого мира. Послание Крибинам, 1 глава, 20 стих. А они, оставив это и не восхотев идти путем этого учения, проложили себе иной путь, а потому и уклонились от истинного. Равно и иудеи потому не веровали, что, домогая славы друг перед другом, не искали славы от Бога. Но мы, возлюбленные, будем избегать этого недуга всеми силами и со всей ревностью. Хотя бы мы имели бесчисленное совершенство, зараза тщеславия может погубить все. Итак, если мы желаем похвал, то будем искать похвал от Бога. Похвалать людей, какова бы она ни была, как скоро является, то часы исчезают. А если и не исчезает, то не приносит нам никакой пользы, а часто происходит и от превратного суждения. Что важного славе от людей, которую пользуются и пляшущие юноши, и развратные женщины на публичных играх, и лихаимцы, и грабители. А прославляемая от Бога прославляется не с такими людьми, но со святыми, то есть с пророками, апостолами, показавшими в себе жизнь ангельскую. Если же мы желаем, чтобы окружала нас толпа народа, чтобы взоры ее были на нас обращены, то вникнем в сущность этого, и мы найдем, что это не имеет никакой цены. Словом, если ты любишь быть в обществе, то привлекай к себе сон ангелов, будь страшен бесом, тогда и не будешь нисколько заботиться о молве человеческой. Всякий блеск будешь попирать, как грязь и прах. Тогда ты увидишь ясно, что ничто так не делает душу бесславную, как славолюбие. Да и невозможно, никак невозможно любящему славу не жить жизнью страдательную, а напротив, подавляющее в себе славолюбие не может не подавить вместе с тем и множество других страстей. Побеждающий эту страсть преодолевает и зависть, и сребролюбие, и прочие тяжкие недуги. Но как скажут нам преодолеть эту страсть? Преодолеем, если будем иметь в виду иную славу. Славу небесную, которая земная осилится, лишит нас. Та слава еще и здесь прославит нас и будет сопутствовать нам в будущей жизни и освободит нас от всякого рабства плоти, которой мы ныне так бедственно служим, всецело предавшись земле и делам ее. Пойдем ли на торжище? Войдем ли в дом какой-нибудь? Будем ли в дороге или на пристани? В гостинице? Или в странноприимном доме? На корабле, на острове, в царских чертогах? В судилищах или в гражданских советах? Везде увидишь заботы о делах временных, временных, житейских. Все и каждый, о них только пекутся, и отходящие, и приходящие, в путь отправляющиеся и дома остающиеся, плавающие и землю возделывающие, находящиеся на полях и в городах. Все вообще. Какая же будет у нас надежда спасения, если, живя на земле Божией, мы не печемся о предметах божественных, тогда как нам повельно быть здесь странниками. Мы скорее странники для небес, а для здешних мест – жители. Что может быть хуже такой бесчувственности? Слыша каждый день о суде и о царстве, мы подражаем современникам Ноя и жителям Содома и ожидаем, чтобы нас вразумили такие же опыты. А ведь о них все и написано для того, чтобы кто не верует в будущее, тот из событий прошедших получил ясные доказательства относительно будущих. Итак, помышляя всем мы этом прошедшем и будущем, отдохнем хотя немного от этого тяжкого рабства и сколько-нибудь позаботимся о душе своей, чтобы достигнуть и настоящих, и будущих благ. Благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, Которого слава держала во веки веков. Аминь.